Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите наш очередной обзор важных политических событий в стране. Проед Контра для сайта ava.md До выборов президента остается совсем немножко, буквально 10 дней, и уже ситуация абсолютно ясна. Но, тем не менее, нас продолжают кормить социологическими или социалистическими, правильно сказать, опросами, в которых показывают, что абсолютное большинство граждан нашей страны мечтают о том, чтобы президентом был Игорь Дадон. Это буквально желание большинства. И не важно, что ситуация в стране не становится лучше. Наоборот, с каждым днем все хуже и пандемическая ситуация, и экономическая. Но, тем не менее, согласно этим опросам, Дадон все более и более популярен. Эти опросы выходят каждую неделю, и он набирает в них все время все больше и больше. И, действительно, создается ощущение, что они проводятся где-то в другой стране, а может прямо в офисе у социалистов. Потому что никакой логикой объяснить это просто невозможно. У меня иногда возникает ощущение, что Дадона просто разводят. Вот все, кто вокруг него собрались, кто-то берет у него деньги на телеграм-каналы, от которых ноль эффекта, которые читают пару сот человек. Кто-то на эти нарисованные соц опросы, кто-то на псевдо опрос по телефону, когда людям звонят. И говорят, что вы знаете, что Дадон самый популярный кандидат. То есть, как бы типа формирует общественное мнение. Кто-то придумывает еще какие-то фишки, там газеты, какие-то нелепые книги, которые никто никогда читать не будет. Вот все эти люди берут у Дадона деньги, он дает, потому что надеется, что все это каким-то образом может ему помочь выиграть на выборах. И пусть дает, раз платит, раз готов за это платить, так ему и надо. Я уже не говорю про тех бедолаг, которые вот появляются каждый день новые видео, где каждый раз какой-нибудь несчастный человек, не несчастный в плане того, как он живет, может он живет неплохо, но в том плане, что он вынужден говорить о том, что я голосую за Дадона, потому что он, ну и дальше говорит какую-то ахинею там, кто что смог придумать. И вот реально этих людей жалко, я сейчас абсолютно не иронизирую, не смеюсь, потому что, ну, это реально очень печально, когда человек докатывается, особенно когда человек в возрасте, вынужден вот так вот во время выборов подставлять себя и хвалить абсолютно непопулярную фигуру. Еще более жалко мне господина Иона Чабана, мэра Кишинева, который так вот хорошо начал, как говорят, за здравие, аполитичный мэр, который не вмешивается в политику, только занимается благоустройством города, он вот в сапогах там ходит, проверяет, как прошел ремонт улицы, как после дождя и вот такой зашквар. За две недели до выборов он уходит в отпуск, бросает город со всеми делами, говорит, что делает это для того, чтобы помочь Игорю Дадону на выборах. Понимаете, вот через четыре года, через три уже года он опять будет баллотироваться на пост мэра Кишинева и опять нам будет петь свою песенку о том, что он аполитичный мэр, который не играет ни в какие политические игры, что он просто для города, он технократ, он будет работать, он урбанист, извините за выражение. Вот этот урбанист зашкварился очень сильно, потому что он явно прямым текстом сейчас топит за Дадона и, конечно, это, ну, это просто... Конечно, немного разбавило эту скучную предвыборную кампанию расследование, которое появилось у расследовательского сайта РАЙС. Они провели это вместе с центром Ходорковского. И там, насколько я понимаю, самое вкусное впереди, нас ждут какие-то очень интересные вещи, так доносятся слухи с разных сторон. Но уже из того, что появилось, тоже есть некоторые заслуживающие внимания моменты. В частности, то, что пишут в своих отчетах российские спецслужбисты про молдавских политиков. Интересно то, как они называют Дадона. Пишут, например, о том, что он человек безответственный, несерьезный и для него превыше всего его личные интересы. Ну, наверное, для нас в Молдове это не новость. Мы знаем, кто у нас президент и знаем его качество. Но многих удивило, что вот так к нему относятся в Москве, казалось бы, с которой он так пытается демонстративно дружить. Но, на самом деле, те, кто знает ситуацию чуть получше, знают немножко инсайдов из Москвы, знают, что к нему так относятся уже, на самом деле, очень давно, еще, наверное, года с 14-го. То есть, никакого там особого уважения к нему никогда не было. Как бы никаких иллюзий там тоже в отношении Дадона не испытывали. Но для многих в Молдове стало откровение, что его кураторы московские так про него пишут там друг другу. И второе там интересное, но это уже как-то между интересным и смешным, то, что он президент Игорь Дадон в мессенджере, по которому он переписывался с многими важными людьми, это мессенджер BlackBerry. То есть, чтобы вы понимали, BlackBerry это марка телефона. Вот как есть Samsung, есть iPhone и так далее. Вот BlackBerry это фирма, которая производит телефоны. Кстати, она, по-моему, закрылась, я не уверен, но неважно. Несколько лет назад это была достаточно такая марка с репутацией, в том плане, что их мессенджеры считались самыми надежными. То есть, я, насколько знаю, даже в некоторых странах с тоталитарными режимами они были запрещены, потому что спецслужбы не могли их расшифровать. И вот Дадон использовал такой телефон с этим встроенным мессенджером для переписки с наиболее важными для него людьми. Так вот, что в нем интересно? То, что он выбрал в этой сети себе никнейм Кремлинович. То есть, понимаете, президент Молдовы выбирает себе ник Кремлинович. То есть, вы можете себе представить, что президент какой-то европейской страны выбрал бы себе ник Вашингтонович или Лондонович, или, я не знаю. Ну, это, конечно, это, в общем-то, рисует его психологический портрет. Ведь он переписывался со своими русскими кураторами в этом мессенджере, и этим самым он хотел подчеркнуть, насколько он вот их... Помните, как он в одном интервью говорил, что откуда происходит его фамилия? Что есть версия, что его предки дошли до Дона. Вот, шли куда-то в Россию, дошли до реки Дон, дошли до Дона. Не знаю, зачем потом вернулись обратно. И он, кстати, рассказывал в интервью, опять-таки, для российских СМИ. Вот он все время хочет подчеркнуть, какой он за Россией. Он почти русский, да, он молдаван, но настолько он русский, что даже больше, чем самые русские. До Дона он дошел, и Кремлинович, и все. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно, что речь идет о президенте нашей страны, президенте Молдовы, который Игорь Кремлинович теперь. Хотя, возможно, именно за это его и не уважали в Москве, потому что любые люди уважают тех, у кого есть какие-то принципы, есть какие-то свои взгляды, который готов отстаивать свою позицию, не готов вот так вот легко прогибаться под своих кураторов. Но, видимо, у нашего президента этого не хватает. Но, тем не менее, реально очень интересно. И также на этой неделе начались предвыборные дебаты. Пока ничего такого, что бы стоило обсудить, я не увидел. Единственное, что два главных претендента, Додон и Санду, судя по всему, не будут в них участвовать, потому что оба заявили, что их конкурент, то есть Санду заявила, что ее конкурент Додон, а Додон считает, что он будет участвовать в дебатах только если пройдет во второй тур, вернее, когда он пройдет во второй тур. Поэтому мы не увидим их и потеряем, в общем-то, самую интересную часть дебатов. Потому что, конечно, остальные, там, конечно, могут быть какие-то интересные вещи. Вот, ну, вчера были дебаты между Усатой и Анастасией. Там единственный был очень интересный момент. Анастасия подтвердила информацию, Усатый заявил в прямом эфире о том, что когда они протестовали втроем, Додон, Усатый и Анастасия, Додон ему признался в том, что получает по миллиону лев от Плохотнюка на этот протест в неделю. И Усатый об этом заявил и заставил подтвердить Анастасию. То есть, тот не мог отвертеться и подтвердил, подставив своего друга Додона. Ну, как бы, да, интересно, но на самом деле тут ничего такого, в общем-то, все это знали давно, потому что эта информация мелькала еще года 2-3 назад. Просто очередной раз она была подтверждена. Поэтому, повторяю, на дебатах пока ничего интересного не произошло. И я думаю, что до 1-го числа и не произойдет. Из того, что у нас остается за эти оставшиеся 10 дней, ждем продолжения расследования РАЙС. Я думаю, там еще будет несколько серий, потому что, ну, такова логика расследования, что выдают по частям, оставляя самое интересное, самое такое вот вкусненькое напоследок. Посмотрим, что это будет, может быть, там что-то будет действительно очень мощное. Пока там прямо вот такого суперкомпромата, пока ничего особого. Ждем, что там будет. И, конечно, ждем вот тех обещанных громких разоблачений, на которые намекал Додон, что вот на него выльется много грязи. Очень хочется посмотреть на эту грязь, что там будет. Я имею в виду, вот, знаете, когда компромат касается чего-то личного про человека, это действительно грязь, вот это даже и смотреть не буду, и обсуждать не буду. Но если это будет что-то связано с его политической деятельностью, конечно, это надо будет обсудить, это надо будет растиражировать, чтобы это видели все наши граждане. И то же самое Майя сам там намекала, что тоже про нее будет какой-то там суперкомпромат готовиться, что она инопланетянка, масонка, лесбиянка и так далее. Окей, посмотрим, что из этого выльется и попытаемся понять, что из этого правда, а что и что неправда. Может, действительно она инопланетянка, а может и нет. Вот это все, что я хотел рассказать вам на сегодня. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал и поделитесь этим видео со своими друзьями. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!